МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эфира новинок Витебской области у студии Вольха Шмаргун. Витаю вас! Передавый опыт и парады новуковцев. Областный семинар нарада по подрыхтулце довесения полевых работ пройшел под Витебском. Больше за полтысячи молодых специалистов в Витебском медицинском университете провели выниковое размеркование селетних выпускников. Допомога без межа, как же хоры и организации полночного региона допомогают переселенцам из Украины. Зрабить сталку на зерне и забеспечить воловый сбор не меньше за 1 миллион 200 тысяч тонн. Такую задачу поставил перед аграриями Витебской области старшиня палаты представников национального схода Республики Беларусь Владимир Андрейченко подчас областного семинара нарады по подрыхтулце до проведения весеннеполевых работ, який пройшел у новцы Витебского района. Старшиня облвыконкам Александр Суботин запатрабавау от керовников районов довести до полной готовности технику и распрацавать меры материального заохвачивания механизаторов на поселной. Подчас семинара нарады ягоудельники ознайомилися с материально-технічной оснащенностью предприемства Рудакова, а так само отримали парады от ученых и специалистов по проведении ранних подкормок азимых культур. С подровязностями Инны Кирыенкова. Рудаковцы хоть сегодня готовы выехать у поля. Уся техника выставлена на линейку и чекает своего часу. Удзильникам семинара нарады с гонором демонструют энергонасыченные тракторы, поселные и глябопрацовочые агрегаты, якие у большинства своей адрамонтовали своими руками. Заменили комплектующие новоцелые складанные механизмы на больше продукционные и больше танные. До речи, створенный на базе Рудакова специализованный центр, проказывая послуги у рамонца техники господаркам с трех районов в области. Мы их обучили этих людей, возили в Минск, Брест, там, где у нас центр специализированная, платим достойную зарплату этим людям, поэтому на этот уровень мы вышли. То есть мы уже сегодня не обращаемся, только по запчастям, если. А так специалисты все делают свои. Ты мне меньше готов на сельгазмашин по в области, поколь не перевышая 95%. У особных районах гэты пакашчик выкананы только на полову. Як зауважают специалисты, ситуация совсем не критичная. Уже зараз у поля могут выйти 720 адзинок пасявной и глеба працевчай техники провести сяубу у оптимальные терміны. Для гэтага аграры поклопотились еще в осенью. Заклали добрый подморок под будущий ураджай. У нас посеяно хороший объем азимых зерновых. Это порядка 235 тысяч, которые пойдут у нас уборку на зерно. И хороший объем порядка 70 тысяч азимых христоцветных. 60% зернового клина, который планируется к уборке, это порядка 350 тысяч гектар мы планируем зерна впустить под зерноуборочный комбайн площадя эти. То есть фактически 65-66% у нас сегодня обеспечено. У селедних непростых умовах, коли цены на харчевание во всем свете растут, вырастить достойный ураджай збожжевых – задача суперважная. Сельгаз-продприемством необходимо забеспечить зернем не только внутренний рынок краины, а и створить необходимый запас, с тем, как выручить сродки от реализации продукции на экспорт и тем самым полепшить свое материальное становище. Тому самое главное для аграреу зараз – сконцентровать усе ресурсы и намагания для организации сяубы. Кадры Витебшины они подготовили, подготовились к проведению весеннего села, но есть хозяйства, которые еще с этой задачей не в полной мере справились, и особенно, что касается технической оснащенности. Поэтому вот на марши сейчас надо еще перестроиться немножко и устранить те недостатки, которые были. На якостную и технологичную сяубу акцентовал увагу керавников районов и старшиня Витебского Аблвиканкама Александр Суботин. До старта посявной застаются леченые дни, и за этот час необходимо вырешить усе технические и организационные вопросы. Мы понимаем, что мелочей нет. Начинаем с подготовки семян, подготовки почвы, подготовки техники, мотивация механизаторов, нахождение механизаторов, чтобы их было достаточно большинство. Поэтому вот этот весь пол вопросов, он должен быть решен. Высокая культура землеробства, строгая выкананья технологий и терминов сяубы только так можно будет различивать на добрый ураджай. Инна Кириенкова, Олег Черняк, Новины, Витебский район. Другого красавика у суббота отзначается День яднания народа у Беларуси и России. Старшиня Витебского Аблвиканкама Александр Суботин и старшиня Витебского областного совета депутатов Уладимир Тярентьев звернулися даже хороу региона. Гатая свята символизует агульность историчных лесов двух народов и мкнение патрымливать традиции добросуседства и взаимовыгодного супрацовниства. Выверенные и узгодненные деяния открывают новые горизонты для развития национальных экономик и повышения добробытых граждан. По глыблению партнерства саденничают 26 двухбаковых погодненьев, подписанных с территориальными субъектами Российской Федерации на узровне Витебского Аблвиканкама и больше за 100 на узровне гар райвы конкамов. Наше одинство мая особливую каштоуность, особливо зараз, коли международная супольность переживая складанный час конфликтов и кризисов. История неодноразово доказала, «Только разом мы сдольные годно отказывать на любые выклики часу». Керауниство Витебской области выказало упэлненность, что непорушность братырских сувязев, взаимный довер и повага зауседы будут для беларусов и россиян головными ориентирами. Жихарам в области, российским сябрам и партнерам пожадали здоровья, счастья и добра. Миру нашим краинам. Звышь полтысячи выпускников Витебского медицинского университета отримают первые працовные места по всей краине. У ВНУ пройшло выниковое размеркование будучих урачов. У делу им традиционно приняли представники Министерства оховы здоровья. Як проходила гэтая хвалюючая процедура и про что молодые люди в белых халатах особисто размовлялись с супрацовниками ведомства? Доведалась Виктория Гирьятович. Электронные вакансии и сумовы с наймальниками. В университете деяничаешь медступенчатая система размиркования. Тому с местом, где будет на практице применять отриманные веды и навыки, больше студентов вызначилося еще на попередних этапах. На заключный с отделом представников Министерства оховы здоровья пришли только 35 выпускников ВДМУ. Небольшое количество наших студентов, у которых в силу каких-то личных мотивов семейного положения возникли новые какие-то вопросы, которые они хотят именно с представителями Министерства здравоохранения и членами комиссии сегодня обсудить. Или изменить предыдущее предварительное распределение, или высказать какие-то свои новые пожелания. Для лечебного факультета селетний выпуск знаменальный. Дипломы молодым специалистам будут уручать у 80-й раз. Сироты, кто пришел на выниковое размиркование, и студентка этого факультета Дарья Салова. Для будущего акушера-гинеколога стать урачом мара дятинства. Не пожалела меня точно после обучения в Медицинском университете, потому что поняла, что это мое призвание, что мне очень нравится лечить и понимать, как устроено все в нашем организме. По предварительному распределению меня распределили в Ашмяны. Это первый уровень оказания медицинской помощи, поэтому я целенаправленно хотела бы поехать в город свой родной, где у меня есть и жилье, и высшая образовательная база, чем на первом уровне. Найбольше запотребованные на прамки у наймальников анестезиология и реанимация, акушерство и гинекология, хирургия. Селетний выпускник Игорь Борсук, как стать урачом, шесть годов тому приехал у пауночную столицу с Гомеля. Перевагу будучи хирург и зараз садая аменовита мясцовой в Витебской медицинской школе. Державная комиссия у гэтым намеры хлопца подрымала. Я приехал из города Гомеля учиться в город Витебск. Сюда я пришел с вопросом, чтобы остаться в городе Витебске. Я распределен в город Могилев, в БСМП хирургам. Я хочу остаться в городе Витебске, чтобы поступить здесь в аспирантуру, сдать кандидатский минимум. И также у меня здесь есть любимая девушка, я бы не хотел с ней расставаться. Звышь полтысячи витебских студентов-медиков уже летом почнуть працывать по специальности. З их коля сорока проценту пополнить медицинские установы нашей в области. Остатние разъедутся по всей краине. Всего у нас по республике распределилось 2200 выпускников, направленные на рабочие места. Выпускники Витебского медицинского университета. Но нареканий я не слышал, по крайней мере, потому что это давние традиции, институт дружбы народов, который готовил для всего кадры, для всего Советского Союза, когда еще было союзное распределение. Сильнейшая школа преподавателей, сильнейшая академическая школа. Мы это накерованные и амбицийные, полные надеев и планов. Выпускники Витебского медицинского уже готовы сделать первые самостоинные кроки в профессии, как протягнуть лучшие традиции белорусской медицины. Виктория Гриятович, Станислав Дудин, Новины, Витебск. Необходная допомога. С початку соковика у Витебскую область прибывают переселенцы из Украины. Зараз у отделения миграции зарегистрированы 40 вымышенных переселенцев. Прибыли еще 20. Частей за все они находят притулок у свояков, которые переехали в полночный регион Беларуси в 2014 году. Координуя допомогу переселенцам, Витебская областная организация Белорусского товарыства «Червоных окрыжа». Консультуя медработник, выдают гигиеничные наборы оденни и обуток для малых, подгузники и дитячая харчаванья. Когда человек приезжает на территорию Витебской области и решил остаться на постоянное место жительства и временное пребывание, если больше 30 дней, он должен обратиться в управление по гражданству в миграции. После получения соответствующей регистрации он обращается в службу консультирования беженцев для оформления соответствующего заявления на экстренную помощь. Если наши граждане хотят помочь, то сбор вещей и продуктов питания осуществляется на базе городской организации. Правда, 43. Они работают с полдевятого до пяти часов. Вещи можно также оставить в контейнере, которые находятся на территории Красного Креста. Мы ждем помощи от нашего населения города Витебска. Оказать допомогу переселенцам из Украины может кожны. Координаты Витебска отделения Белорусского товарыства Червоных окрыжа, спис необходимых речев, адресы, по яких принимают допомогу, телефоны и номер банковского рахунка можно найти на сайте телерадиокомпании Витебск. Сегодня во всем свете отзначается День птушек. С их пролетом связывают надыход весны. Все лето яна не вельми радуя своим теплом. Действие на полях и в лесах ящи ляжить снег. Тем не менее, спрадвешные вестники весны уже вертаются с теплых краин. Першими открыли сезон граки. Знешние яны вельми подобные на ворон. Их легко можно было зауважить у одной чароде ящи на початку соковика. Прилетели и шпаки. У пошуку корму яны облюбовали дворы жилых домов, выбираючи место для своего гнездования. Каля 200 видов птушек, что год вертаются на родиму, передольвуючи тысячи километров. Основных существует таких пять видов птиц, которые у нас в Беларуси гнездятся. Это белый аист. Самый первый прилетает. На Брещине их уже фиксировали. В апреле начинает возвращаться серая кукушка. И если мы уже слышим кукушку, то это уже сигнал и огородникам в том числе, что уже больших холодов не будет. Только если когда сады зацветут. А деревенская ласточка, если прилетела, это значит уже хорошо и тепло, потому что у нее такая особенность. Она строит гнездо, слепливая его из комочков земли, глины, грязи смешанной. Поэтому это должны быть уже хорошие плюсовые температуры. Большесть перолетных птушек насякомоедные. За холодной весны многие не могут знайсти себе ежу. Орнитолы герают пакуль не убирать кормушки и начинать активно вывешивать шпаковни. Старожитная традиция выработки домиков для птушек мела глубокий сенс. Человек не просто допомагал крылатым, а леп раз это сам становился ближе до природы. Разом с ее проживал обучение от зимовой спячки. А еще у Довнину принято было в этот час выпякать с теста жаворонкау и спевать песни гуганки. На этом наш выпуск завершен. Я с вами развитвуюся. Усяго добрыха. До встречи. Синоптики поведомляют. У ближайшие сутки по области будет воблачно с прояснениями. Местами невеликий снег, мокрый снег. На зобных ушахтках дорог огололедится. Ветер по внушному сходу 5-10, порывы до 18 метров за секунду. Температура по ветру ночью от нуля до минус пяти. У день сутки термометров покажут от 1 до 6 градусов выше за нуль. У Витебска у пираменная воблачность. Невеликий снег, мокрый снег. На зобных ушахтках дорог огололедится. Ветер по внушному сходу 5-10, порывы до 14 метров за секунду. Температура по ветру ночью минус 1, минус 3. У день 24 градуса тепла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова